Привет, друзья! Вы на канале QQ.ru, с вами Андрей и у меня Xiaomi, друзья. Очередной Xiaomi, который никто не ожидал, это Xiaomi Mi Note 10 Lite. Mi Note 10 был с изогнутым дисплеем, со 108-мегапиксельной камерой. Причем основной модуль это 5 камер аж, огромная батарея на 5000 мА. И вот прям вот, казалось бы, все как надо. А потом раз, прошло полгода, они свернули производство и сворачивают уже сейчас где-то остатки остались продажи Mi Note 10 и выпускают Mi Note 10 Lite. Причем по цене в Китае даже почти по 400 долларов. Раньше мы могли купить флагман Mi 9, Mi 8, они стоили меньше 400 долларов. Но вот получаем Mi Note 10 Lite. Давайте разбираться, зачем этот смартфон нужен, кому он нужен и нужен ли вообще. Посмотреть, сколько сейчас этот смартфон стоит. Может быть, посмотреть, сколько еще стоит что-то другое из Xiaomi или не из Xiaomi. У нас есть теперь крепкий конкурент у этой компании в лице Realme, например. Или флагманские Samsung. Поэтому посмотрите все ссылки под этим видео. Но если останутся вопросы или будете не согласны с чем-то, то жду всех в комментариях под этим видео. Будем дискутировать. Именно камеры щеголел Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. И это были смартфоны с одной из лучших камер за свои деньги. По факту, действительно, мне смартфоны приглянулись. И, в принципе, протестировав Mi Note 10 Lite, могу сказать, что смартфон остался все так же на том неплохом уровне. Но единственное, что, конечно, несколько меня смущает новая ценовая реальность Xiaomi. Но с этим придется жить. С этим уже ничего не поделаю. Xiaomi подняли цены на все свои смартфоны. Внешне это тот же самый Mi Note 10, который мы видели. То есть это изогнутый дисплей 6,4 дюйма. Super AMOLED матрица. Также изогнутый по бокам. Аккуратная капелька сверху. Тонкие рамки по бокам. Сзади и с лицевой стороны это Gorilla Glass 5-го поколения. То есть это стеклянный смартфон полностью. И, опять же, в отличие от того же самого Mi Note 10 или Mi Note 10 Pro, здесь камера на заднем стекле практически не выступает вообще. В комплекте лежит чехольчик простенький. На нижней грани смартфона есть разъем USB Type-C для быстрой зарядки. Быстрой зарядки в комплекте есть на 30 Вт. Единственный динамик. Стерео здесь не поставили. Разъем под наушники 300 мм. На правой стороне смартфона слот по 2 симки формата Nano. Карта памяти здесь не поддерживается. Качелька громкости и кнопка включения. И сверху инфракрасный порт для управления различной техникой. Внешний вид и общее восприятие смартфона в руке. Это действительно то, что Xiaomi в этом случае удалось. И они не стали ничего изменять и фактически ничего не испортили. Действительно, смартфон выглядит и ощущается в руке очень здорово. С одним важным но. Он тяжелый. Практически 210 грамм. И глянцевый корпус. Не могу сказать, что он прям сильно скользкий. Но, честно говоря, конечно, какой-нибудь на поверхность наклонную чуть-чуть даже класть его не стоит. Он соскользнет. А влагозащита. Напоминаю, что этого смартфона нет. Экран в Minnow 10 Lite также менять не стали. Это 6,4 дюйма. Причем диагональ рассчитана с учетом этих изогнутых краев. Разрешение Full HD+, Super AMOLED матрица. И к изогнутым краям можно относиться по-разному. Я могу сказать, что выглядит это, без сомнения, очень эффектно. Очень тонкие рамки снизу, по бокам. Смотрится это здорово. Другое дело, что в некоторых приложениях может это, конечно, даже помешаться. Допустим, в каких-то игрушках. Хотя вот фантомных нажатий, стоит признать, у меня не было. Ну и традиционно, для последнего времени, по экрану можно провести более тонкую настройку. Да, это AMOLED, это яркие цвета, но это очень классный глубокий черный цвет. Можно включить здесь и темный режим. Есть и режим чтения, можно регулировать размер текста. Можно управлять смартфоном жестами, а не вот этими кнопками под дисплеем. В том числе, встроена функция DC Dimming, как и во всех более-менее приличных смартфонах дорогого уровня. Здесь включается отдельно в настройках. Ну и можно скрыть здесь также вырез, вот этот под селфи-камеру в верхней части дисплея. Причем сделали, наконец, это в трех разных видах, без скрытия. Скрытие, когда съезжают вниз строка уведомления и часы в том числе. И когда вниз просто съезжает видимая часть экрана, а вверху остается черная полоска, скрывающая селфи-камеру. Но там же остается строка уведомлений, часы и так далее. Процессор Xiaomi Mi Note 10 Lite остался таковым же, как и в Mi Note 10. Это Snapdragon 730 версии G и 6 ГБ оперативной памяти. Процессор, на самом деле, очень-очень достойный. Это не процессор с поддержкой 5G, который сейчас откровенно никому не нужен, но при этом стоит денег. В каждом смартфоне, который поддерживает 5G, стоит модем, который серьезно удорожает этот процессор и сам по себе смартфон. Поэтому вы платите за него, но, с другой стороны, 5G вы сейчас пользоваться не можете, особенно в России это актуально. Смыслом гнаться за 5G вообще никакого не вижу. А 730 Snapdragon, который стоит в этом телефоне, это очень-очень неплохой процессор. В том же самом Antutu он набирает 270 тысяч баллов. Очень неплохие показатели производительности как в повседневной жизни, так и в игрушках. Да, конечно, это не флагман. И видно, конечно, что у смартфона уходит некоторое время на открытие отдельных приложений, на разворачивание файлов. То есть, в принципе, процессор действительно неплох и для повседневной жизни, и в игрушках совершенно спокойно смартфон тянет высокие настройки. Да, может быть, это не стабильные высокие 60 FPS, но где-то в районе 40 FPS вполне играбельных, опять же, на высоких настройках тоже есть. Поэтому вполне подойдет Mi Note 10 Lite и для любителей поиграть, и для тех, кто не будет играть и хочет достаточно быстрый смартфон. По производительности, я думаю, смартфона еще хватит года на полтора. Ну, год-полтора, наверное, точно. Дальше уже появится что-то более интересное. Емкостью аккумулятора в версии Lite не стали жертвовать. Это 5260 мА. И поддерживаются в том числе функции быстрой зарядки. В комплекте уже лежит зарядник на 30 Вт. Беспроводной зарядки нету. И смартфон, в принципе, как был долгожителем версии Mi Note 10, так и остается. В основном, Mi Note 10, кстати, батарейку жрал именно в тесте камеры, которая на 108 мегапикселей и очень здорово действительно поджирала аккумулятор. В случае с Mi Note 10 Lite этих проблем, в принципе, нету. Хороший энергоэффективный экран, хороший современный процессор. Как следствие, действительно, разрядить Mi Note 10 Lite за один день – это очень большая проблема. И действительно, надо, например, его насиловать для того, чтобы развелся за день. В основном, в стандартных режимах тестирования – это просмотр видео периодический, это навигация, звонки, смски, интернет. К концу вечера у меня оставалось процентов 35-40 заряда. При этом быстрая зарядка есть, поэтому за полчаса смартфон заряжается на 60%, а полностью до 100% Mi Note 10 Lite заряжается за час с небольшим. Ну, там, несколько минут прибавьте, там, час 0.5, час 0.7. А вот по части камеры Mi Note 10 Lite получил такие ухудшения. Селфи-камера Mi Note 10 Lite – это теперь 16 мегапикселей, тем не менее, мне кажется, осталась очень даже неплохая селфи-камера. По ней же, кстати, ведется разблокировка по лицу. Разблокировка, кстати, работает весьма быстро, в том числе и в темноте. А вот сама селфи-камера делает нормальный портрет. Есть возможность размыть и задний план, есть и просто возможность делать селфи, в том числе с различными разглаживаниями, дефектов лица, омоложением и вот это вот все то, что любят китайцы, например, осветление кожи. Если же говорить про основную камеру, то она представлена модулем из четырех отдельных камер, не пять, как в Mi Note 10 обычном. Основной модуль теперь это 64 мегапикселя, показатель светосилой 1.9, широкоугольная камера на 8 мегапикселей, вот она третья сверху. Камера для макроснимков – великолепная камера на 2 мегапикселя. И камера для портретных снимков, наконец, на 5 мегапикселей. Основная камера здесь, конечно, ощутимо ухудшилась по сравнению с Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, но, тем не менее, могу констатировать, что она находится на очень неплохом уровне. Примеры фотографии можете оценить сейчас у себя на экране. Хорошая цветопередача, хорошая детализация. И, конечно, надо понимать, что камера здесь действительно ухудшилась с Mi Note 10 Lite по сравнению с Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. И здесь не только в мегапикселях дело, само собой, в 64 мегапикселях, как и в 108 мегапикселях, будет снимать крайне редко. В основном эта камера будет снимать в 16 мегапикселей, как в авторежиме. И только вот, когда вам нужна максимальная детализация, вы будете снимать в 64 мегапикселя. В основном, все-таки, Mi Note 10 Lite снимает хорошо. Мне понравилось откровенно, как смартфон снимает. По уровню снимков, мне кажется, наиболее близким смартфоном к этому телефону будет Mi 9T. Xiaomi Mi 9T. Действительно приятные снимки, симпатичные, и детализация хорошая, цветопередача. И вечером, в вечернее время суток, ночью, есть отдельный режим ночи в том числе. Mi Note 10 Lite снимает неплохо. Это, конечно, не флагман, далеко не флагман по части камеры. Это такой уверенный середняк, но, в принципе, сильно придираться к этой камере вне флагмане как раз я, пожалуй, что и не буду. Смартфон пишет видео в 4К, 30 кадров в секунду только. Стабилизация здесь, конечно, присутствует, но качество видео, опять же, до лучших представителей камера не дотягивает. В принципе, могу сказать, что обычная такая средненькая камера как по фото, так и по видеовозможности, особенно учитывая цену смартфона. По части звука смартфон получил один динамик. Динамик громкий, сочный, вопросов особых нету. Стерео не поставили. Развем под наушники 1. Громкость, опять же, вполне комфортная. Использовать можно и беспроводные наушники, и проводные. За выбор спасибо. Звучание под себя можно подстроить в настройках самой системы, в разделе «Звук». Там можно выбрать, например, тип наушников, который используется, и эквалайзер сам поменяется. Но если хотите самостоятельно что-то подстроить, то, пожалуйста, опять же, для этого функционал тоже дополнительный есть. Что касается связи, то Mi Note 10 Lite поддерживает работу с двумя сим-картами. Есть поддержка, в том числе и 4G, 5G нету. Wi-Fi 5 Гц поддерживается, 6 Wi-Fi 6-го поколения уже сейчас, в 2020 году, это можно смело говорить, Wi-Fi 6-го поколения не поддерживается. GPS, GLONASS, вопросов все нету. NFC, Google Pay здесь стоит по умолчанию, поэтому оплачивать этим смартфоном Mi Note 10 Lite также что-то можно. Работает это сразу из коробки. По прошивке работает Mi Note 10 Lite сейчас уже на Android 10-й версии. Оболочка, правда, MIUI 11-й версии пока что. Скорее всего, обновится и до MIUI 12. Ну, сейчас пока этого всего нету. Стоит ожидать. Функционал нам хорошо знаком. Про темную тему управления жестами я говорил. Это дублирование приложений. Можно поставить два WhatsApp, два Facebook, два ВКонтакте. Вот, пожалуйста, что хотите, давай поставьте. Есть защищенные отдельные папки. То есть можно поставить пароль на какие-то отдельные приложения или отдельный рабочий стол с кучей приложений. Но при этом у меня версия сразу загрузила приложения, которые нужны вам в России. Например, такие важные штуки, как Яндекс.Дзен, ТикТок, форум Xiaomi, игрушки, блок-пазл, CrazyJuicer, BubbleStory, DustSettle, BubbleShooter. Еще какой-то BubbleShooter. Серьезно? Например, Facebook стоит, а втору, конечно же, AliExpress, eBay, Opera, WPS Office. Но, конечно, куча приложений, за которые Xiaomi дополнительные бабки получает за то, что они здесь устанавливаются. Но, слава богу, их можно удалить. Все так же здесь присутствует в некоторых моментах реклама. В общем, в принципе, честно говоря, вот если не придираться сильно так к тому, что уже установлено какие-то приложения рекламные, откровенно. И где-то в каких-то местах светится, опять же, реклама в самой системе, то функционал системы хороший, симпатичный. Единственное, что, честно говоря, меня прям раздражает, то, что оболочка от Xiaomi, прошивка Xiaomi обновляется прям постоянно. Ну и подойдя итог по поводу Mi Note 10 Lite, хочу сказать, что вот этим Lite, мне кажется, Xiaomi несколько подпортили себе возможные продажи. Потому что, мне кажется, назвали его как-нибудь Mi Note 10T или Mi Note 10S, я не знаю. Ну, как-нибудь, можно было назвать. Потому что при слое Mi Note 10 Lite, лично я, например, когда прочитал про него, я думал, ну, наверное, выпустили какой-нибудь Mi Note 10 тот же самый, но не 108 мегапикселей, а вот X4. В принципе, это оправдалось. И процессор попроще поставили, и автономность, может, уменьшили еще и экранчик плоский. И стали продавать это тысяч за 15, за 20. Но нет, ребята, стоит это, конечно, подороже, но, с другой стороны, смартфон Mi Note 10 обычный упростили, поставили попроще камеры, и, в принципе, на этом все. Остался такой же хороший процессор, остался хорошей автономности, очень-очень классный внешний вид. Конечно, заодно это уже смартфон стоит отдельного внимания. С другой стороны, если мы говорим про конкурентов, которых можно рассмотреть в этом сегменте, то у Xiaomi с новой ценовой политикой их становится уж очень много. Я молчу уже про то, что Realme в России становится намного интереснее по совокупности характеристик за ту же цену, чем даже Xiaomi. Это важно. Теперь Xiaomi напрямую начинает соревноваться, в том числе и с более крупными конкурентами. Samsung, Huawei. Но, честно говоря, просто даже элементарно, если сейчас посмотреть, если сейчас где-нибудь продается еще Mi Note 10 или Mi 9T Pro, то эти смартфоны будут по большинству показателей намного лучше, чем Mi Note 10 Lite. При этом стоит или близко, или даже столько же. Поэтому однозначно Mi Note 10 Lite, конечно, приятный смартфон. Еще раз, у него хороший дисплей, классный дизайн, хорошая производительность и очень хорошая автономность. Но очень средняя камера. И нет влагозащиты, нет стерео, беспроводной зарядки. Тот же самый Mi 9T Pro. Производительнее. Лучше снимает. Вырезов нету. Так или иначе, Mi Note 10 Lite, конечно, сам по себе неплох. Но, честно говоря, в новых реальностях цен от Xiaomi я посмотрел еще раз, сколько стоят его прямые конкуренты от других компаний, сколько стоят предыдущие смартфоны Xiaomi, если они в продаже. А дальше уже крепко думал. Mi Note 10 Lite прикольный, приятный, но дороговато, как мне кажется. Так или иначе, если вы со мной не согласны или согласны, может быть, пользуетесь этим смартфоном или, может быть, пользуетесь Mi Note 10, то пишите в комментариях под видео, нравится ли вам этот телефон и чем нравится. Или, может быть, что вы вместо него стали рассматривать после этого обзора. Я надеюсь, кому-нибудь я помог этим обзором передумать или, наоборот, решиться на этот смартфон. Посмотреть еще раз, сколько этот смартфон стоит, сколько стоит у конкурента по ссылкам под видео в магазине kuk.ru. На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, kuk.ru. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok